Мы как раз в «Методичке администрации президента». Это две публикации, которые появились примерно в одно и то же время. И всё это обсудим с нашим гостем. К нам в студии присоединяется российский писатель и публицист Виктор Шандерович. Виктор Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Хотели бы обсудить с вами публикацию то ли Дмитрия Медведева, то ли всё-таки какого-то стороннего человека. Возможно, вы уже имели удовольствие или неудовольствие её прочитать сегодня. Да, да, да. Ксения Собчак, которая заметила эту публикацию, написала, что даже для Дмитрия Медведева, который в последнее время славится своими постами в Телеграме, это too much. Вы как считаете, мог Медведев написать что-то такое? Вы знаете, что? Никакого взлома, по моему скромному мнению, там не было. Ну, просто что мог бы написать человек, который взломал бы Твиттер Дмитрия Медведева? В ВКонтакте. В ВКонтакте, неважно. Слава Украине он написал бы, да? Путин убийца. Ну, понятно, что можно сделать, взломав. Но то, что написано, до степени слияния, как говорят в Вирске, до степени слияния, абсолютно, да, там уже подробности. То, что пишет Медведев уже довольно давно за гранью добра и зла. Уже довольно давно обсуждать это надо, так сказать, не с политологами, а с наркологами. Точно так же, как Путина надо обсуждать уже с психиатрами, вот Медведева с наркологами. Мне кажется, что тут гораздо важнее самовозможность, да, таких твитов, таких текстов от такого должностного лица, но удивляться этому тоже уже довольно поздно. Нет, по-моему, никто его не взламывал. По-моему, просто, ну, да, как-то, ну, ну, знаете, это как у Бабеля сказано, да, стар прав, да, старый бендюжник, слывший между бендюжниками грубияном. Это даже на фоне той мерзости, которая уже привычно льется, все-таки это какой-то ощущается как перебор. Но это всего лишь следующий шаг деградации, я думаю, никто не взламывал. Я думаю, это попытка уже что-то изобразить потом. Ну, вот некоторые комментаторы говорят о том, что, возможно, именно на таком языке изъясняются члены Совета Безопасности России, собственно, в таком духе и обсуждают военные дальнейшие планы. Насколько вы согласны с этим мнением? Понимаете, какая штука? Они, это, так сказать, индуцированный бред, то, что называется, у психиатров. Они сами себя убедили. Они столько лет публично это говорят, они столько лет... Сначала это было как бы для пипла, для внешнего употребления, для телевидения Останкина. Но когда очень долго говоришь и не встречаешь возражений, то психика встраивается, ты начинаешь в это верить. В этом феномен, так сказать, они охотились на свободную прессу для того, чтобы мы не могли разговаривать с людьми, для того, чтобы люди слышали только то, что говорят там Соловьев, Скобеева, Киселев. Но в итоге они сами слушают только то, что говорят Скобеев и Киселев. Это такое взаимное опыление, потому что они получают методички из администрации, говорят, ну и так далее. И они верят в это, они уже сами в это верят. И вот насчет методичек хотелось бы поговорить. В распоряжении «Медузы» оказалась методичка, которую частично я процитировал, ошибочно перепутав ее, скажем так, с цитатой Медведева. Но все-таки вот стоит некоторая пассажа из этой методички, которую якобы подготовили администрации президента для использования в государственных СМИ. В ней говорится, что стратегическая цель коллективного Запада на протяжении нескольких веков в отношении России не меняется. Это сдерживание, ослабление, расчленение и полное уничтожение России. А также заявляется о том, что укронацисты, так называемые, для них не существует морали. Они не боятся за свои злодеяния кары божьей. Многие из укронацистов – это открытые сатанисты и последователи человека ненавистнических культов. Ну и что же? Здесь мы видим открытые религиозные архетипы. Я когда-то, еще будучи студентом, писал на эту тему научную работу. Здесь мы видим религиозное мышление, религиозные архетипы, как в Средневековье. У нас есть Святая Русь, а вокруг мир сатаны. Почему это работает и как этому противостоять? Ну, это работает, потому что это культивируется. 30% россиян, как я узнал из вашей бегущей строки, считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Это совершенно укладывается, это культивируется. Это ведь недостаток в образовательных процессах. Это вот такой образовательный процесс идет. 20 лет заливается вот эта ядовитая дрянь в головы. Целенаправленно заливается. Поэтому тут уже удивляться поздно, я боюсь. Нет ничего нового, что загадку медведевского твита или поста, мне кажется, решает эту загадку. Вы же видите, до степени неразвлечения. Это ведь оно и есть. О чем мы так переполошились тогда? Но это ведь похоже на какие-то книги, которые раньше продавали возле метро. Раньше у музея Ленина, когда наступила свобода, свобода приходит не только ногой, но и очень пахучей. И когда наступила свобода книгоиздания на рубеже 80-х, 90-х, в середине 80-х, когда стала возможна свободная печать в Советском еще Союзе, то да, мы получили возможность читать Солженицына, Платонова, Шаламова. Но одновременно с этим у музея Ленина, у исторического музея, тогда это был музей Ленина, начала продаваться вот эта литература. Тогда всю эту мерзость публиковали. Газета была такая, пульс Тушина, газета Завтра. Какие-то такие очень специальные, маргинальные. Тогда это было маргинальным. И мы ахали, и мы ужасались, и разводили руками, и говорили, ну что поделать, свобода. Если можно Шаламова, то можно, наверное, и это. Но вот это стало мейнстримом. Проблема не в том, что это есть. В Америке есть и Куклус-клан на здоровье, свободу слова. Проблема в том, что это стало мейнстримом. Проблема в том, что это стало государственной идеологией. Проблема в том, что это не на серых листочках, так сказать, пульс Тушина, а это телевидение. Это на миллионы людей. И это, конечно, работает. Это, в общем, радиация, она действует абсолютно. А если отключить эти вот излучатели Эрнста, как назвал-то Аркадий Бабченко, исчезнет ли этот туман, исчезнет ли это заклинание? Ну, не сразу, разумеется. Не сразу, потому что интоксикация сильнейшая. Да, сначала надо выдернуть из вены эти катетеры с ядом, но потом больной уже лежит без сознания. Уже даже если ничего не вливать. Тут нужен антидот, тут нужно всерьёз заниматься. И эта работа на десятилетия, это работа на десятилетия. Даже когда это закончится, прямое отравление, потом выводить обратно из этого состояния. То есть больной в очень тяжёлом состоянии. Проблема в том, что ещё состояние продолжает ухудшаться. Ну, давайте как раз об этом ухудшившемся состоянии. Ещё вернёмся к публикации Дмитрия Медведева или на странице ВКонтакте Дмитрия Медведева. Он там говорит о Грузии, о Казахстане. Говорит о воссоздании Российской империи в каких-то масштабных, максимальных границах. В том числе претендуя как раз на Казахстан, на территорию Грузии. Насколько это реальные планы Кремля, по-вашему? Вы знаете, даже затрудняюсь с ответом, потому что, вспоминая, как я говорил о том, что невозможна война с Украиной, потому что это немыслимо, потому что это невыгодно в том числе и Кремлю, и Путину. И гораздо выгоднее шантажировать, играть в рэкет, наезжать, откупаться. То есть, наоборот, чтобы от себя откупались. Мне казалось, что это невозможно. Но видите, война идёт в шестой месяц. Никакой империи не будет, потому что империя идёт на издыхании, на последнем дыхании. Или на предпоследнем. То есть, в смысле большом историческом, глядя издалека, совершенно очевидно, что с позднесталинских времён империя распадается, и распадается совершенно очевидно, гибнет. Отпали бывшие страны соцлагеря, где мы сейчас с вами находимся. Отпали бывшие союзные республики. Отпали, отпали, отпали. Осталось вот несколько вассальных подчинённых. В общем, отпали. И дальше будут отпадать территории, если так дальше пойдёт. Ранее завоёванные. Империя распадается. Но, как и в случае с другими империями, собственно, военных сил на то, чтобы ещё лить кровь, хватит на какое-то количество времени. Десятилетие туда, десятилетие обратно для истории значения не имеет. И они, конечно, могут напоследок что-нибудь учудить. Но мы видим, впрочем, что Демарш Такаева на Петербургском форуме прошёл, в общем, ничего не стоил Казахстану. Можно. Нету сил ни на какой второй фронт. Нету сил у России, военных сил. Все военные силы сегодня, да, вся победа Путина заключается в том, чтобы взять очередной Попасный или Лисичанска, объявить и отпраздновать так, как предполагали праздновать взятие Киева, Одессы и Харькова. Объявить это победой. Никаких сил ни на какой второй фронт нету, разумеется. Никакой казахстанский и никакой вильнюсский. Я думаю, нет. Но есть последний козырь в руках у ядерной державы. Это ядерные ракеты. И ещё недавно Лавров заявлял о том, что ядерная война уже не является немыслимой. Но два дня назад Владимир Путин на конференции по нераспространению ядерного оружия в ООН заявил о том, что в ядерной войне не может быть победителей и не стоит её начинать. Это он повторил фразу Хрущёва, кстати. С одной стороны, буквально месяц назад мы слышим ядерный шантаж. Сейчас Путин говорит о том, что ядерная война не может быть начата. Есть какое-то изменение? Я не думаю, что нам надо прислушиваться к тому, что они говорят. По делам их узнаете. И мне кажется, гораздо важнее ход войны, количество освобождённых населённых пунктов в Херсонской области, или наоборот, украинскими войсками, или наоборот, степень, возможность, усилий и, так сказать, серьёзность ресурсов российских на украинском направлении, это там сегодня решается этот вопрос. То, что он держит про запас тактическое ядерное оружие, это безусловно. То, что если бы этого ядерного оружия не было, ход войны, собственно, никакой войны бы уже давно не было, потому что включилась бы НАТО, и война бы закончилась в довольно короткий срок. Военное противостояние. Тоже довольно понятно. Он продолжает лавировать, правда, он сам себя загнал в очень узкий коридор возможностей. Собственно говоря, газовым шантажом в Европе и ядерным шантажом на поле боя, собственно, и ограничиваются сегодняшние возможности Путина, но ими он будет пользоваться до последнего. И какой его страх? То есть, боится ли он за свою жизнь, за своё богатство, либо же, как сам говорил, что мы все попадём в рай, а вот они просто сдохнут? Вы знаете, что? Ну, за жизнь больше, чем за богатство, я полагаю. С богатством получилось хреново, потому что, в общем, только дом отдыха в Геленджике ему и останется. Уже, да, он теневой лидер списка Форбс, но ясно, что ему и его близким воспользоваться этим не удастся. И это, конечно, ярость и для него, и для его бывшей элиты, как минимум. Новая элита, силовая элита, которая уже и не надеется выйти наружу, да, понятно, что они уже пожизненно, и они, и их дети, думаю, что их дети им не очень благодарны, они уже прибиты к этой территории. Геленджик, вот и всё его богатство. И это делает его опасным в том смысле, что ему нечего терять, потому что Россию он контролирует, а наружу ему всё равно нельзя. Это делает его и их всех довольно опасными в этой ситуации. Насколько болезненно для Владимира Путина, для его окружения, призывы, например, которые звучат сейчас в США, признание России страной спонсором терроризма? Насколько такая формальная формулировка, если она всё-таки будет принята в Америке, может повлиять на эскалацию конфликта, на эскалацию войны в Украине, на самоощущение российского президента? Ну, во-первых, следует сказать, что формулировка не точная. Я уже писал, спонсором терроризма можно считать Европу, которая покупает у России газ. А Россия, собственно, террористы есть ежедневно. Вот пока мы с вами разговариваем, продолжается этот террор и убийство людей. Да, признание спонсором терроризма означает невозможность, ну, практическую невозможность выйти из-под санкций. Ни одно государство спонсора терроризма из-под санкций не выходило. Но это не значит, что, ну как, Иран десятилетие существует, Северная Корея так существует. Россия будет, если, к сожалению, к трагическому, так сказать, сожалению, если ничего не изменится внутри России, то Россия каким-то образом будет существовать относительно благополучно, если считать от Эритреи какой-нибудь, да, или Гаити, относительно благополучно будет существовать и под санкциями. Но уже из-под них не выйдет. Государство спонсор терроризма из-под санкций не выйдет, это уже ясно. Впрочем, я думаю, что эта дверь уже закрыта, и Путин понимает, что при нем санкции не отменят. Мы с вами разговариваем, и я как раз думаю про такой путь Владимира Путина. От молодого активного президента на Парад Победы в Москву приезжает полмира, включая американских президентов, лидеров Европы, до стран, когда Россия становится страной уровня третьего мира. Где вот этот поворот, который привел к тому, что мы видим сейчас? Поворот очень классический, медицинский, абсолютная власть. Власть развращает, как было сказано еще до Путина, абсолютная власть развращает абсолютно. И мы видим, как происходит деформация и политической системы, и психики. И в какой-то момент деформировалась психика. Я тоже... Мои неточные оценки, связанные с возможностью начала войны... Я-то вспоминал того Путина, с которым я однажды встречался 20 лет назад. Холодный, циничный, но абсолютно адекватный человек. Веселый отморозок, циник. Человек легкий, человек быстросоображающий. Человек, да, абсолютный цинизм, но и абсолютная адекватность. Сейчас он такой же? Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Мы и надеялись, что он циник. Мои гуманитарные надежды перед войной, на то, что войны не будет, заключались... Надежда была как раз на цинизм. На то, что он циник. На то, что он будет продолжать просто вот этот свой рэкет. Наезды, откаты, отъезды, да, вот эту политику угроз, распальцовки и, так сказать, вот эту вот лавирование, вот эту вот политику между струйками. Но оказалось, что он настоящий буйный. Это оказалось неожиданностью и для меня. Ну, собственно, я это предполагал, но не хотел в это верить. Он изменился, ментально изменился. Он действительно... И тут надо понимать вопрос, к вашему прошлому вопросу о ядерной войне. Надо понимать, что мы имеем дело с совершенно изменённым религиозным сознанием. И тут на этом диагнозе мы, к сожалению, должны поставить точку. Спасибо, Виктор Анатольевич. Виктор Шендерович. Спасибо. Продолжение следует...